Акция проходит уже 14-й год подряд. На площади перед театром юного зрителя гостей праздника встречает оркестр. Сегодня среди приглашенных – почетные граждане города, представители местной власти, священнослужители и депутаты Верховной Рады. Макеевская весна – хороший повод отметить людей, которые душой болеют за любимое дело, уверен Валерий Амельченко. Я считаю это своеобразным отчетным днем прошлого года. И новым, в том, что наступает весна, мы должны расцветать во всем – в делах, в желаниях, в действиях, в любви и в процветании родного города. Своей гордостью заставшую традицией акцию делится и народный избранник Виталий Борт. Здесь награждаются люди, которые патриоты нашего города, люди, которые патриоты нашей страны, понимаете, те, которые в будущем будут в Макеевке, пойдут трудиться на благо нашей Родины. В номинации «Спортивная слава» лучшей стала Татьяна Кушнир. Более 25 лет она тренирует юных спортсменов. Среди ее воспитанников – чемпионы Европы и Украины. А самой знаменитой ученицей тренера стала Мария Ремень – бронзовый призер Олимпиады в Лондоне. Путь к такой награде был долгим, признается Татьяна Кушнир. Это красивый фейерверк, но ему предшествует огромная, долгая, можно сказать, даже черная работа. Долголетний – это долголетний, очень кропотливый и очень тяжелый труд. Выбрали победителей и среди городских предприятий. Награды получили руководители Макеев-Кокса, ЕКХЗ и Енакиевского медзавода. Их отметили за инвестиции, вложения в экологию и социальное партнерство. В этом году победителей акций стало больше. Организаторы добавили несколько новых категорий. Количество номинантов, а в этом году их более ста, свидетельствует – талантов в Макеевке не убавилось, считает Александр Мальцев. Много достойных. Наверное, вот это и есть самой главной изюминкой. Обычно бывает первое, второе, пятое, десятое, и потом все мероприятия идут на спад. Вот, наверное, в этой стабильности, в стабильности количества номинантов, то есть в количестве людей, кем гордится Макеевка, вот это, наверное, и есть главное достижение. И 14-е, хотелось, чтобы и 15-е, и 20-е акций было так. В этом году победителей акции определили в 19 категориях, назвали лучших и в трех специальных номинациях. Главную статуэтку – награду имени Василия Джарты за преданность городу – получил владыка Варнава. Екатерина Пороханяк, Владимир Ребриков, Панорама.